Пришел радиатор фирмы Denso, маркировка его DRM188. Инструкция. Вот такой вот радиатор. Ну что скажу, точная копия. Точная копия радиатора. Отлично. Единственное, теперь только переставляю подушки. Верхние, нижние. И вот эти крючки перекручиваю. Все, переставил я подушки. И эти подушки, нижние подушки, внешний радиатор одинаковый. А вот по своим параметрам он разный. Здесь количество сот меньше. Там количество сот больше. Вот, допустим, для сравнения видно здесь мельче. И сами трубки здесь тоньше. Здесь трубки толще. И здесь сделано вот такие места, куда как раз и будет упираться диффузор, который натирает и пробивает родные радиаторы. На этом радиаторе этого уже не произойдет. Поэтому беру и смело его устанавливаю. Так, ну что, я здесь немножко протюр почистил. Теперь беру, одеваю диффузор на радиатор и подвязываю радиатор. Так, ну что? Отдел диффузор. Подвязал радиатор и также с двух сторон. Здесь и здесь. Теперь одеваю теплообменник. Снизу он в пазы заводится. Надеваю патрубок. И наживляю саморез. Сжимаю хомут. Все. Но одеваю снизу патрубок. Но одеваю снизу патрубок. Все. Патрубок защелкнулся. Эта сторона у нас готова. Эта сторона также защелкиваю верхний патрубок. Так я наверно патрубок у меня за шланг кондиционера опустился. Вешаю компрессор кондиционера. Патрубок защелкнулся. 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 месте. А вот теперь можно по трубок защелкнуть. Фиксатор одел. Все, защелкнулся. Ставлю интеркулер. Кулер помыл, почистил, продул. Внутри, как я показывал, масла не было. Снимаю заглушки. Снимаю заглушки. Снимаю заглушки. Снимаю заглушки. Патрубок уже не показывал, пока занимался там. Снял его, почистил. Он целый у меня. Менять увы не буду. Все. И наживляю снизу болты. С одной стороны и с другой стороны. Затягиваю. Кулер прикрутил. Теперь прикручу вот этот болт крепления радиатора к радиатору. 車. Изборжение изборчились. ДверH. Так, закрутил, одел, проводку одел, комут закрутил. Снизу закрутил, со второй стороны закрутил, в принципе по радиаторам все, можно ставить нижнюю планку силиконовой смазкой брызну подушки и одеваю планку. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Ну вот и все, подтягиваю. Отвязываю радиатор. Так, вот здесь разъем соединяю на расширительный бачок. Переливная трубка. Снимаю гайки. Так вот у нас получается верхняя подушка радиатора. Теперь дюфузор на интеркулер накидываю. Ну и получается можно ставить балку, усилитель. Дюфузор на интеркулер. Выставляю по старым отметкам и затягиваю. Закрутил усилитель. Теперь наживляю и перекручиваю бачок омывателя. Дюфузор на интеркулер. Ну и третий, который у нас вот снизу. Ну и третий, который у нас вот снизу. Теперь ставлю накладку с омывателями фар. Дюфузор на интеркулер. Дюфузор на интеркулер. Наживляю и прикручиваю. Ставлю на место сигнал. Надеваю разъем. Дюфузор написано. Дюфуз. Одеваю шланги на омыватель. И ставлю фару. Одеваю разъем. И задвигаю фару. Наживляю сверху. И наживляю снизу. Притягиваю. Также одеваю сюда ресничку, которая бампер прижимает. Все устанавливаю по старым местам. Также и фару сверху по меткам установил. Как следы остались, так и с этой стороны тоже по следам. Теперь фары установлены. Можно накидывать бампер. Заказал клипсы. Пришли. Сразу поставлю их здесь. Здесь нижние две белые клипсы. Вот если посмотреть. А верхние две синие клипсы. Ага 550. У меня две клипсы сломали слева и две клипсы справа. При снятии демонтаже. Поэтому лучше такие заказать сразу и установить. Все клипсы одел. Теперь накидываю кожух бампера. Все клипсы. Я использую кожухие королев께 берут picture. Субтитры сделал DimaTorzok Вот и все Бампер стоит Сейчас Сверху 4 клипсы ставлю Закреплю Так Вот здесь вот как получается Мы Выравниваем по отверстиям клипсы Цепляем Крючок внизу И защелкиваем клипсы Все Теперь только Снизу Закручиваем два болта И втыкаем клипсу Клипса придет у меня чуть позже Не успела прийти Поэтому поставлю ее большую Потом А сейчас прикручиваю болты Мордочка Сразу уже приобрела Другую Картинку Клипсы Защелкиваю Болты я прикрутил С обоих сторон Теперь Смажу И подключу разъемы Нано протеком И подключаю их На место Все Проводка у нас Соединена Больше ничего Не отключалось Теперь Ставлю локер Ну как локер поставить Уже Показывать Не буду Заводим И прикручиваем клипсы Саморезы Вот заказал Которые CYP 100 790 Land Rover Это Вот такие Вот Боже Боже Вот и все Родные Не захотели Открутиться Вставляю Клипсы И перекручиваю Винты Ну вот и все Нижняя часть Бампера У нас Закреплена Теперь Ставим Только Крышку И перекручиваю Вот и все Остается нам только Решетку радиатора Поставить И залить антифриз Обезжиривателем Обезжириваю Уголки Также Обезжириваю На решетке Резинку И приклеиваю Новый скотч Приклеил я сюда Триемовский скотч Отрываю Пленочку И вставляю Решетку 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 И зашелкиваю Клипсы Решетку 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 ландровер и литровый антифриз номер для заказа литровый стс 505 29 антифриз дорогой а этот у нас идет стс 50530 залил 6 литров по метке чуть выше максимума она сейчас по системе разойдется я думаю что еще надо будет примерно пол литра добавить пока завожу прогреваю автомобиль а потом уже будут добавлять турынь вот и все никаких подтеков нету снизу все супер оптика работает на этом замену радиатора я закончил хотели просто промыть пришлось поменять были подтеки поэтому приняли решение заменить радиатор всего вам доброго